Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, но бег никогда не устареет. Юстон, у петербургских бегунов проблема. Городские парки стали слишком тесны. Едва установилась тёплая погода, как желающих участвовать в забегах стало гораздо больше, чем могут вместить традиционные площадки. Второй этап Кубка Губернатора по бегу прошёл на проспекте Славы, в парке интернационалистов. И этот парк еле-еле вместил всех участников. Более 1600 зарегистрированных бегунов, плюс группы поддержки и немало случайных мимо проходивших зрителей, которым просто стало интересно, чем вся эта толпа народа занимается. Причём всё это с учётом лимита заявок, который закрывается буквально на глазах, так что многие не успевают даже попробовать заявиться. Будь лимит больше, собралось бы ещё больше народа. Одни палатки-раздевалки заняли немалую часть парка, а на центральной площади яблоку было некуда упасть. Определённо, новые парки города надо планировать с учётом возросшей любви горожан к бегу. Зато зарядка перед стартом выглядела очень внушительно. Живое море, движущееся под музыку. Кубок Губернатора собирает серьёзных участников. На турнир приходят команды городских беговых клубов и просто очень сильные, отлично подготовленные бегуны, у многих из которых за плечами мировые старты. Поэтому результаты внушают уважение. Так, на пяти километрах лидер Сергей Алфатов закрыл дистанцию за 15 минут 24 секунды, после чего спокойно давал интервью. А на десяти километрах лучшие участники выбежали из 33 минут. Вот попробуйте-ка повторить этот результат хотя бы на беговой дорожке, хотя бы без подъёма высоты. Впрочем, трасса парка интернационалистов отлично подходит для личных рекордов. Ровные, аккуратные дорожки, а рядом пруды, дающие лёгкую прохладу. Вот будь парк чуть побольше, и можно Олимпиаду проводить. Ну или, по меньшей мере, чемпионат мира. Внимание к этапам Кубка Губернатора соответствующее. На торжественном открытии этапа выступил вице-губернатор Борис Петровский, известный любитель спорта. Мы уже не раз пересекались с ним в предыдущих видео. А количество видеокамер на финише не уступало матчам баскетбольной лиги ВТБ или волейбольной суперлиги. Честно говоря, некоторые матчи даже превосходило. Так что победители этих стартов вполне могут проснуться знаменитыми, если ещё нет. Хотя организаторы нашли способ отметить всех участников. На стендах в стартовом лагере отпечатали фамилии каждого заявленного бегуна. С одной стороны стенда участники на 5 километров, а с другой стороны на 10 километров. Ведущий перед разминкой предложил пройти небольшой квест, найти свою фамилию и сфотографироваться на фоне. Как обычно, к услугам бегунов бесплатная массажная палатка и не менее бесплатная полевая кухня, которую бегуны просто обожают. Нет ничего вкуснее горячей каши после финиша, когда на груди болтается медаль участника. Хороший объект всегда надо заслужить. Кубок губернатора сам по себе состоит из четырёх этапов, специально разнесённых по всему городу, чтобы никто не ушёл обиженным. В нынешнем году это Петергоф, Парк интернационалистов, а дальше будут Сосновка и Козырная связка, Приморский парк Победы плюс ЦПКО. Однако это не всё. Другие забеги тоже включены в эту систему. Например, все участники кросса весна в Сосновке, о котором мы рассказали в недавнем видео, могли бы участвовать в розыгрыше слотов на участие в Кубке губернатора. Так что стоит один раз стартовать, и беговой мир затянет тебя с головой. И это далеко не худший поворот в вашей жизни. Продолжение следует...